Всем хай танкеры, злобин на связи. На ваших экранах 168 выпуск рубрики Назобив. Сегодня я сравню легендарного старенького американца Т110Е5 с новинкой, которая несколько часов назад появилась в игре. МБТ-Б. Получить его можно будет, обменяв на 30 мистических контейнеров третьего уровня. Тут, конечно, вопрос, найдутся ли те, кто так сделают. Ведь все-таки обменять самые жирные контейнеры игры, в которых лежат потенциальные десятки, если не сотни тысяч голды на новый топ, не каждый захочет. Хотя, если вам будет сыпать так, как мне, то меняйте. Но тем не менее, коллекционеры должны забирать тачку. Вид машинка имеет, согласитесь. Прям попахивает внешкой танков из нашего времени. А все дело в том, что над разработкой данного танка работали уже в послевоенное время. В 1964 году проект выглядел так. Ничего не напоминает? Да, это последователь XM551. В нашей игре Шеридан. Но когда американцы занимались проектом МБТ-Б, началось их сотрудничество с Германией по теме общего танка. И в 1965 году получился КПЗ-70, МБТ-70. Да, такой танк в нашей игре тоже есть. Вот мы и узнали, что эти три машинки родственники, оказывается. В итоге в металле был построен МБТ-70. А что в реальной жизни случилось с изначальной американской версией МБТ-Б, неизвестно. Но зато он есть в нашей игре. И здесь мы можем посмотреть, что это за фрукт. Бегло осмотрев ТТХ, я понял, что это динамичный тяж с комфортным орудием, средним уроном в минуту и крепкой башней. Поэтому решил сравнить его с прокачиваемым аналогом Т110Е5. Оцените ролик лайком, если он вам понравится. Ваша поддержка сейчас крайне важна для меня, танкеры. Подписывайтесь на телегу, где выходят мои авторские танковые посты и проходят розыгрыши танков. А теперь начинаем. Первый раунд. Маневренность. Максимальная скорость вперед и назад выше у новинки. 45,15 км в час против 42,12 км в час у прокачки соответственно. Двигатель тоже немного мощнее у МБТ-Б. 1111,5 л.с. У Е5 1023,7 л.с. Коллекционка и весит больше своего оппонента. 60,2 тонны против 55,6. Но из-за разницы в мощностях движков, уделка все равно выше у МБТ-Б. 18,5 л.с. на тонну против 18,1. Скорость поворота корпуса тоже быстрее у новичка игры. 40,1 градус в секунду против 34,6. И только башнями американцы крутят с одинаковой скоростью. 26,7 градусов в секунду. Здесь с небольшим перевесом, но все-таки в одну калитку выигрывает МБТ-Б. Первый балл отправляется ему в копилку, а мы едем дальше. Второй раунд. Стрельба. Калибр утяжей одинаковый, 120 мм. Средний урон, соответственно, тоже по 400 единиц. Как и пробитие. 254 мм на бронепойных и 340 на кумулятивных. Перезарядка почти одинаковая. Но все-таки на капельку быстрее у Е5. 8,3 против 8,4 секунд. Таким образом, у прокачки на пару единиц выше урон в минуту. 2879 против 2850. Но разница в УВН уже существенная. Здесь АМБТ прям комфортней. Минус 10 градусов против минус 8. Сведение чуть лучше у Т110Е5. 2,6 секунды против 2,7. А точность отходит новичку. 0,308 м против 0,317. На деле же все эти минимальные отличия в ТТХ в боях вы не будете замечать. Единственное, что вы почувствуете, это УВН. Все-таки разница между минус 10 и минус 8 есть. Но сегодняшние американцы пришли на этот раунд не с пустыми руками. У них имеется пара спрятанных козырей. У Т110Е5 теперь есть боевая стабилизация, которая упрощает стрельбу на первой линии. А у МБТБ в загашнике лежат вольфрамовые сердечники, благодаря которым он и перестрелял прокачку. И учитывая, что орудие МБТБ и без боевой стабилизации мне показалось мега комфортным, сердечники здесь бьют боевую стабу. Все-таки, когда ты стреляешь не по 400, а по 450, разница прям супер заметна. Поэтому здесь балл вновь отдам МБТБ. Счет становится 2-0 в его пользу. И кажется, что в этот раз новинка пришла разрывать своего оппонента. Не то что богатырь из прошлого выпуска. Третий раунд. Броня. Сначала смотрим цифры. Запас прочности у американцев одинаковый по 2438 хп. Лоб корпуса толще у Е5. 211 мм против 120. Борт и корма корпуса чуть крепче у МБТБ. 85 и 40 мм против 82 и 38 мм у прокачки соответственно. Лоб башни на 2 мм толще у новинки. 260 мм против 258. Борт башни лучше защищен у Т110Е5. 140 мм против 127. И корма толще у МБТБ. 80 мм против 70. На деле мы получаем крутую голову у нового тяжа, от которой реально можно танковать. Из-за необычной формы тут просто-напросто нет лючка. Это огромный плюс. Но корпус полностью ватный и в него вас будут шить даже танки 9 уровня. Единственное, как вы можете попробовать танковать, это выезжать бортом из-за укрытия под минимальным углом. У Т110Е5 дела обстоят чуть лучше. Да, у него есть небольшой лючок. Спасибо, что спилили старый прыщ. Но попасть туда нелегко. Плюс сама башня очень крепкая и от нее можно отлично танковать. Но помимо этого у Е5 есть крепкий корпус с отличным ВЛД, который особенно в клинче хорошо держит удар. Да, имеются ватные катки, но все-таки это не сверхтяж, а универсальная машина с отличной броней. В придачу к этому у Е5 есть динамическая защита, которая идеальна для того, чтобы повышать вашу выживаемость на этом танке. Здесь безоговорочно свой первый балл забирает прокачиваемый танк. Счет становится 2-1. Е5 все еще в роли догоняющего, но все может измениться в последнем решающем раунде ПВП. Первый бой я играю на МБТБ, против меня ежевика на Е5. Первую тычку выдаю в люк, он меня в корпус спокойно шьет, я больше никуда пробить не могу и начинаем. Я знаю, что у меня есть сердечники, которые я подрубаю и начинаю стрелять. Но Е5 компенсирует мои сердечники своей динамической защитой. Таким образом мы вновь на равных. Единственное, что у нас отличается, это, конечно же, броня, которая у Е5 намного лучше. И мне на МБТ приходится ухищряться, выдавать катки, которые почему-то залетают без урона. Я уже заезжаю здесь за фонтан, пытаюсь как-то танковать от него, но Е5 вновь поворачивается лбом. Я выдаю каток ветра с уроном, ловлю поджог и все. Здесь уже понимаю, что моя песенка спета, просто потому что при одинаковых орудиях плюс-минус, броня намного крепче у Е5, что и позволяет ему побеждать в ПВП. Второй бой мы поменялись танками для чистоты эксперимента. Я играю на Е5, Ежевика на МБТБ и вы видите эту разницу. Я просто, можно сказать, грубо говоря, на автоприцеле могу пробивать этот танчик в корпус, просто потому что он ватный. А Ежевика меня не пробивает, потому что закрутить у него не настолько хорошая динамика, чтобы это сделать. Он не может себе это позволить. Я остановлюсь лбом и все. Да, кумулями он меня пробивает, но опять же, тебе нужно попасть не в орудие, а попасть в серую зону. Очень тяжело. В то время, как он катается под меня просто бортом, я выдаю пробитие и все. Здесь Е5 в одну калитку выигрывает. Все-таки не зря это, ну, можно сказать, некий такой король в ПВП. Его довольно-таки часто берут наравне с СС-4, как раньше брали. И на Е5 прям проверяется скилл в ПВП. И здесь он доказал то, что он лучший и выигрывает. Счет у нас сравнивается, становится 2-2. Сейчас смотрите забив и в конце я выскажу свое мнение о двух танках. Уважение Злобину за то, что он нам доверяет. А, у него Вальфрамы с этим вроде есть. Вы уже все знаете до выхода танка. Мы его и делали. 400 Альфы, Вальфрамы. А, ну, в целом танк еще не было, все ТТХ знают. КД около 8 секунд. Ну, давайте. Ее есть. Ну, по броне тут вообще смысла нет говорить, потому что... Давай вот это-то. Здесь же контрим, давай. Ну, про 90-то плохая броня. Базу нельзя. Главное, чтобы против пятерок танковала, я считаю. Блин, ты спалил меня. Ну, это определяет имбович танка. Ну, конечно. Я голды не взнял. О, без голды это вообще супер. Респект. Ну, я только танк купил и забыл зарядить. Е-мое. В каком шанс, что вот ТВ-2 ко мне в корму зайдет? О, вообще у меня бой не запустился только. Что с лицом он у меня? Кто его пробивали? Да, ребят, ну, выгодишься. ХП-то, я отрядился. Отрядился кто только в бой зашел, давайте. Тяжелые уже приняли все, ребят, давайте же в команде уже оба шутка. О, 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 в кат пошел. Ну-ка, фугасы. Ой, хороший, знаешь, 52, братуха. А у меня нет голды, и ничего не будет трогать. Ой, я голдой стреляю, блин. Нет, вы меня в лоб пробили сейчас. О, вот это вот зря. Все, понял, тогда щадить не буду, извините. Нет, ты щади. Нет, 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 все, 52, давай. Визуально астеро напоминает визуально, а нет. В смысле, она в да. Найс. Сейчас я голду заряжу. Подожди, 34-очка, ты там не быкой. О, ВК, найс. А, я очень боюсь, что сейчас КВ-2 в каме появится. Где он, скажите? Где КВ-2, ребят? КВ-2, да, ты, конечно. Подкиньте. Не-не-не, давай-давай, деду, кто-нибудь. Почко. Сложи, КВ-2. Пробил. О, хорошо. Лети, давай, лети. Не пробивается. Это еще что? Ой, зря я его занимаю. Да, ну, бля. Залети. Вот он, конечно. На весь. Дай его. Пробить его. Моё. Давай, КВ-2. Не-не, похода, да-да-да. Там как раз ко мне едет, как раз ко мне едет. До сему винта отстанк. Злобин сказал брать динамичные танки, тот самый, что ар-гадин, да. О, хорош, давай. Да я испугался, я думал, вы сзади. Ну нет же, ну не в лоб. Ну все, сему винта доигрался. Ну ладно, тут вы в лоб пробиваете, я не знаю, что вы в лоб меня пробиваете. Ну тут очевидно, мы можем выиграть спокойно. Ну давайте, вторая попытка у меня. Этот товарищ, борта будет по тремым углом танковать. Вот это замечательные новости. Но нет, на самом деле борта толще у прошлого танка. А вот лоб, я делаю ставочку на лоб. В нижней части, а в верхней части у 5, а нет, они в нижней части, наоборот. Тоньше у прошлого, а у 5 толщина. Ну давайте. Все равно катки хранят. Все, конечно, да. Я уже чеку. Не, блин, так хорошо, прошлый бой на чьё. Глупо, оказывается, прижимайте. Галактика. Галактика. Уй. Кажись, что ты здесь один. Нет, броне один. Куда ты там уже на 520 дает. И вот это попал. Мы там ранее едем. Едем. А вы все наверху, что ли? Так, я не хочу смотреть, кто там снизу. не страшно в лоб пробили тоже спасибо это дашку да блин может что за американцы за танки делают 5 уровня можно хотя бы кого не узнал горгуля сюда окна сушки нормально по-моему е5 пожестче хотя мы просто позже не должен быть хотелось бы в это верить ну куда 165 нет к в 2 иди отсюда максималку должна работать о nice хорош 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 за танковал не на хп считают 1007 вент и каждый о застрял держи коронированный хитрец что делаешь но она уже все нет уйди понял я танкую я танкую смотрю 200 хп мне это камбэк это камбэк должен быть пожалуйста обратный ром обратный ром какой-то не было вот это хороший забить е5 он красный весь я не могу проверить у него с пробитием все стоит к в 2 итоговый счет 2-2 но несмотря на ничью можно понять что оба танка хороши во первых если вы давно думали стоит ли качать е5 конечно же да это универсальный комфортный крепкий танк на котором просто приятно играть mbtb тоже универсальный и комфортный но если сравнивать его с е5 то он меньше про броню но больше про урон за счет лучшей динамики у вен и сердечников в целом пока я играл на этом танке в рандоме я получал в основном положительные эмоции танк комфортик на первый взгляд не выдающийся дпм полностью перекрывается отличной американской стабилизации и сердечниками что в итоге позволяет на расслабоне накидывать солидный урон стоит ли обменивать 30 мистика в третьего уровня на mbtb вопрос открытый каждый отвечает на него сам для себя если вы хотите услышать мое мнение то я бы обменял контейнеры на танк так как ресурсы мне не нужны а тачку в коллекцию да и для покатушек я бы хотел получить но если у вас еще не все прокачано и вы нуждаетесь в свободном опыте золоте бустерах и премия то наверное целесообразнее все таки открыть эти 30 контейнеров если они у вас откуда-то появились вот такой получился видос надеюсь он вам понравился если да то прожимайте свой палец вверх прямо сейчас мне будет очень приятно не забудьте подписаться на канал если вы тут впервые также залетайте в мою телегу и участвуйте в розыгрышах на этом у меня все большое спасибо всем за просмотр и увидимся в следующих видео